Сборка-разборка автомата Калашникова, стрельба из пневматической винтовки, строевая подготовка и сдача нормативов ГТО. Это военно-спортивный блок очного этапа конкурса «Юно-армейская краса». Отбор участниц был строгим. Было заявок подано, у нас 11, 7 девушек вышли в финальный этап, где сегодня соревнуются за звание «Юно-армейская краса 2023». Критерии отбора – возраст от 14 до 17 лет включительно и обязательное членство в рядах соликамского отделения «Юно-армии». Финальный этап проходил уже на сцене творческого центра «Звездный». Первое задание для семерки конкурсанта – создание прически. Девушки отправились в соседний кабинет и с минимальным набором инструментов начали творить красоту на головах подружек и одноклассниц, а потом рассказали об особенностях своих шедевров. Прическа сделана на короткие волосы, закрытая челка, не мешающая обзору, но при этом любите и лекарь назад. Далее было домашнее задание. Конкурсантки презентовали блюда собственного приготовления. При этом на экране параллельно демонстрировался ролик со всеми этапами готовки. Жюри увидели, а после и попробовали салаты, блины, чизкейк, напитки, драники. Кулинарное дело оказалось не самым сложным для девчонок. Для меня довольно простой был заочный этап конкурса, точнее его викторина. Но для меня также очень сложным была физическая подготовка, так как я не очень спортивный человек. И третье задание финала творческий номер на тему «Россия, Родина моя». Девушки продемонстрировали настоящее жанровое разнообразие. Декламация стихов и прозы, театр теней, танцы и песни. За кулисами в это время была своя атмосфера, суета, репетиции, волнение. У меня будет танец. Что будете показывать, какой танец? Под песню «Моя Россия», «Шаман». Долго репетировали? Ну вообще неделю, но репетиции у нас примерно 3-4 было. Другую песню упомянутого певца в своем номере использовала Виталина Гоффман. Ее выступление заслужило самые громкие овации. Отметим, жюри было непросто оценивать участниц. Если говорить о соревнованиях, то там разница просто вдоль баллов. Даже не баллов, нет больших разрывов, потому что мы все были очень рядом. Но чуть-чуть лучше, чуть-чуть быстрее, сильнее, талантливее оказалась сегодня замечательная Мохова Дарья. Она и получила корону юнормейской красавицы. Тем не менее, жюри отметила каждую участницу, в чем она оказалась самой-самой. Эти номинации сейчас на ваших экранах. И главное, конкурсантки доказали в очередной раз. Наши девушки действительно умеют все. Антон Старостин, Павел Дюнянинов, телекомпания Соль ТВ.